ну и как всегда моя любимая клумба посмотрите астры один корешочек вот такой букет вот это астро у меня подзимнего посева если кто вот у меня многие спрашивают в комментариях вот хотелось бы результат там все такое этого способ как он себя проявляет вот пожалуйста вот все астры которые вы видите это все посажены под зимним посевом и вот розочка концерта 94 вот посмотрите какая красавица но это же красота это все розы вдохновения очень красивая очень красивая небольшой такой кустик и хочу сказать вот перфистин софи да я так не могу выговаривать ее посмотрите она отцвела вот еще доцветает и как она тронулась в рост я даже не знаю что делать но я надеюсь сентябрь еще постоит и она успеет окрепнуть ну прямо на вот видите какой прям куст мощный стал прям меня это конечно радует но не знаю ну и вон там еще бутончики есть не знаю даже как быть хоть бы она все нормально с ней было что она очень красивая традиционно погоде небо затянуто но так как сегодня суббота субботы без солнца не бывает солнышко все равно будет значит какие у нас планы на день конечно же переработка томатов мы будем делать кетчуп нас томатов очень много в этом году почему-то и все было мало мало и вдруг раз и много значит ну в огороде значит мы будем делать осеннюю обрезку смородины я сниму об этом отдельный ролик кому интересно заходите смотрите как мы это будем делать но делать это осенью обязательно ну вот в общем пока вот такие поверхностные планы завтра мы задумали ехать в город завтра воскресенье там рынок будет большой рынок и я хочу там посмотреть что по цветочкам и не по цветочкам в общем вот такие планы пока иду я к яблони чем мы теплицы открывать будем нет холодно вот сколько нападала уже так загнала мужа на дерево ты с лестницей решил да вот у нас ранетки есть вот такие ох они такие красивые на вид прям ой смотрите сколько их много-много-много и мы что-то с мужем посовещались говорим давай на ночью будем выбрасывать нашла я какой-то рецепт интернете вот засниму покажу в общем красавицы они красота прямой вообще прелесть ну посмотрим что получится они правда на вкус вообще ужасные ужасные хотя ой что-то я трогаю они падают вот такие храни тачки но не правда маленькие не знаю как мы будем вот эту штучку говорят надо убирать вот ну посмотрим или потыкаем их или же дно не прямо очень маленькие в общем сколько берет только берет вот такие у нас дела все сегодня на заготовке потому что очень холодно очень холодно в общем температура ночная был где-то 6 градусов я занесла часть растения таренью я занесла домой я ее уже буду наверное не домой я ее на веранду занесла но наверное я сегодня и обработаю против клеща и занесу уже домой потому что она вся в цвету не ее жалко если она пропадет и еще хочу сказать мы сегодня включили отопление и так дома хорошо тепло уютно прямо хорошо хорошо не знаю наверное не пойдем сегодня в огород ну а чё простывать ходить нафиг надо вот еще такой витрина в общем вот занимаемся заготовками у нас полно томатов которые надо переработать поэтому мы сегодня домашние еще раз тут огурчики во все у нас ну то маленький завязался вот висит хороший огурец можно сюда практически не заглядывать на елеся досы то вот огурчики то есть ты будешь кушать знаешь да но они уже он уже какая-то болячка болячка но уже можно принципе убирать ну вот собирает он в тазик поставил лестницу чудесницу ой у меня еще вот тут бардачище он такой у нас ревень ревень здоровущий вот тут я на хочу планирую короче здесь такую цветничок небольшой сделать потому что место открытое ой солнышко тусклое тусклое вообще тусклое и тут у меня все позарастало позарастало я и так этот клубник цветник ничего не сделала потому что вот видите дожди идут вот такие провалы получаются и конечно надо сначала все укрепить основательно чем посадить растение а потом она будет вот так вот корни вымывать ему будет дождем в общем побежала я домой очень холодно и так вышла на лиге добрый вечер друзья сегодня я испытала свою новую кастрюлю варила супчик овощной вот такой вот такой хороший хороший получится супчик нормальная кастрюлька хорошо готовит а а сейчас я буду заниматься вареньями возле вот из этих ранеток которые сегодня с утра муж собирал насобирал он два больших таза но так как я буду их впервые делать и я не знаю как они себя проявят поэтому решили не рисковать чтоб целую порцию не выбрасывать если вдруг что-то не понравится пока используем половина вот сейчас этим сейчас я быстренько их промою и буду варить варенье рецепт варенье я выложу отдельно так что кому интересно посмотрите вот друзья мои друзья по моему рецепту отдельного не будет потому что я так накосячила в общем они закипели как положено рецепту я же впервые это делаю и набираюсь как говорится опыта я начала их бурно переворачивать и они все практически полопались очень осталось мало цвет целых в общем представляете да что вот я поэтому сейчас мне же надо чтобы они все проварились а у меня что-то в серединке только кипит и по краям вообще ничего видите вот если ли слегка их немножко туда внутрь отправляю ну в общем что получится что получится это мой опыт это тоже хорошо еще хочу сказать вот рецепты делают да и вот о нюансах вот да вот таких как вот я сейчас сотворила вообще не говорят ничего не говорят быстро видео выложили по-быстрому знаете как все любят за за две секунды чтобы был рассказан рецепт и показа желательно что хочу против покритиковать конечно кто выпускает ролики не поясняет что как есть какие-то особенные нюансы например не перемешивать не мешать не трогать ни в коем случае потому что вот видите ну как вот это вот хорошо я так экспериментирую а люди понадеются купят продукты вот у меня они выросли эти ранеточки а кто-то может быть купит их понимаете о чем я говорю ну неприятненько поэтому вот так конечно я тоже в бухала 4 килограмма сахара ну ладно я то что нибудь придумаю наверное все так ну вот есть такой если я вот выкладываю рецепт так я говорю на всех нюансах пускай получается долго зато человек будет готовить и он будет уверен в том что он приготовит хорошее полезное вкусное блюдо или заготовку или варенье да мало ли что ну нельзя так но вот смотрите что каша малаша конечный результат друзья покажу обязательно всем доброе утро утро следующего дня посмотрите они постояло день очень тише надо убавить не день ночь вернее извините посмотрите она как загустела я вообще в шоке я когда рецепт смотрела у нее она маленько было такое ну маленькая жидковатая а тут представляете я могу я не могу ложкой провернуть даже вот я поставила его на повторно вариться сейчас добавлю еще ванилина ну в общем представляете вот это да вот это за рецептик друзья что хочу сказать изначально рецепт раскритиковала но сейчас я очень довольна тем что получается мы уже попробовали очень вкусное получается варенье я добавила сейчас сюда пакетик ванилина ванильного сахара не ванилина ванильного сахара он будет вообще обалденный там по рецепту у нее у женщины которая делала была корица но я вот еще буду делать одну порцию но порцию мы будем делать мы их разрежем все таки не будем целиком потому что ну достаточно этого и чтобы поменьше их маленько было куда столько но в общем дерево решили оставить потому что варенье с него прекрасно получается складов так что дерево жить жаль что я рецепт удалила который начинала делать меня расстроилась что то что не идет так как надо и не стала сохранять а хотя хороший рецепт в итоге значит что хочу сказать ну быстренько расскажу значит удалить вот надо вот плодоножечку вот этот вот самый вот тут такую затем хвостик торчит на верхушечке и обрезать по укоротить сам вот этот хвостик яблочко ранетки и все пропорции один к одному сахар я делала на килограмм значит ранета килограмм сахара пакетик ванилина вот сейчас при второй варке я добавила первую варку я варила 15 минут вы сами видели как у меня полупалась все и вот и на ночь я оставляла но загустела и сейчас я проварила 10 минут и буду разливать вот стерилизованные баночки уже готовы вот посмотрите ну что друзья вот такое замечательное варенье у меня получилось очень густое посмотрите видите она почти что как мармелад очень вкусная ароматная в общем мы рады что мы оставили яблоньку попробовали что-то приготовить и это что-то просто вкусно просто вкусно так что буду делать вторую порцию обязательно и сниму рецептик подробный хотя я уже все рассказала но очень хорошая очень замечательно если вы любите вот такое густое ну да она немножко разварилась но это не критично вкус от этого не поменяется все равно яблочки целые есть и вы знаете хочу сказать вот для пирогов хорошая начинка она не будет так растекаться в общем замечательно замечательно основная процентная в пресс-порте потому что Продолжение следует...